здравствуйте дорогие друзья снова вот на кухне я и сегодня хочу приготовить незамысловатые блюда которые будут запекать духовке что мне до этого нужно у меня здесь картофель от вареный до полуготовности я его значит майонезом чесночком с приправой уже все это при подготовила что мне для этого нужно перец красный и желтый перчик зеленый это болгарский перец он сладкий острого здесь ничего нет грибы рыжики обжаренные с луком на растительном масле конечно добавление немножко чуть-чуть сливочного масла рыжики соленые соленые не свежие и конечно же вот пойдут у меня мясные лодочки такие мясные лодочки сделаны из куриного фарша с добавлением свиного сал такой с прослойками это будет все такое диетическое нежирное масле не будет фактически жарится все это буду я укладывать вот на такое блюдо вот у меня такая есть сковородка вот она лавашница вот какая огромная вот сейчас я в ней все будет укладывать и потом отправлю в духовку для запекания почему картофель до полуготовности да потому что это фарш как как бы такое мясо как котлетное тут прожаривается пропекаться фактически нечему и картофель как раз подрумянится и вовремя дойдет так ну чё приступаем сначала значит я беру грибы вот сюда их положу в среде они здесь нужны к этому блюду они фактически это уже готовы и они просто до пикантности они немножко такие знаете соленые с кислинкой и блюдо все-таки как с картофель картофелем конечно же это все-таки пресноватое блюдо грибочки мы положим сюда там будешь кушать то можно отсюда грибочки себе в тарелочку добавлять вот таким образом значит ложим сюда грибы потом я беру свой вот такой вот мясную лодочку следую за ней я ложу картофель так сейчас мы его положим вот так и потом следом значит буду ложить перчик перчик так ну можно вот с этой стороны его положить сюда поплотнее так и опять сюда положим картошечку и потом опять ложим мясную лодочку вот сюда потом опять перчик так вот говорю ребром сюда и с этой стороны перчик ну и так далее сейчас все это я конечно буду укладывать и так друзья значит блюдо уже уложено и готово для отправки в духовку я начала как начала укладывать я все это показала потому что все это по порядку по очереди сначала грибы а потом уже идут мясные вот лодочки или мясные можно назвать котлеты но они сделаны из фарша это все мясное и конечно любителям перца запеченном перца это посвящается кто любит печеный перец может быть в духовке любит запеченный может быть где-то на гриле потому что перец вкусно запекается здесь и конечно блюдо только придает пикантность блюду и конечно здесь картофель картофель тоже значит я его слегка отварила как уже сказала порезала четвертинку потом добавила чеснок немножко соевого соуса майонез приправы чуть-чуть и конечно все это я хорошо хорошо пропиталась растительного масла чуть-чуть и минут наверно 20 стояла пропитывалась и потом вот я все это уложила на блюдо сейчас я буду конечно все это запекать блюдо конечно но фарша здесь знаете как можно любой фарш хоть говяжий хоть свиной хоть какой у меня здесь куриный фарш с добавлением немножко с прослойчиком такая семена ну чтобы куриная грудка была на фарш взята она немножко суховато ее конечно нужно чем-то сдабривать я так ну и конечно здесь все зависит от того как какая у вас духовка сколько запекать духовку мне не не электрическая газовая я конечно буду следить смотреть и еще один момент значит чайную ложечку где-то томатной пасты я ее чуть-чуть подсолила развела водой и чуть-чуть прямо вот здесь по этому блюду понемножку помаленько вот такие вот нескольких нескольких местах где-то примерно может быть ну с пол бокальчика я туда залила чтобы все это как вы знаете путем испарения чтобы сильно не горела наши жаре здесь жарится ничего не будет здесь будет как бы приготовлено при запекании поэтому я применила вот немножечко такой вот томатную пасту это будет вкусно я вас уверяю потому что я это делал уже неоднократно и конечно же сделала вот сейчас чтобы предложить вам мои дорогие друзья зрители кто значит захочет вот так вот себя порадовать может у кого-то есть другое блюдо нет такой вот просто вот такая как бы сковорода большая такая лавашница ну можно конечно поменьше сделать это все вкусно как я всегда вам говорю готовьте с удовольствием кушать с аппетитом сейчас я отправляю все это духовку так блюдо готово ароматная вкусная и конечно же готов к употреблению так что друзья мои готовки если вам понравился такой рецепт это очень быстро не накладно только нужно здесь картофель фарш приправы небольшие и конечно кто любит сладкий перец вот остроты здесь никакой нет и все друзья мои что можно еще сказать добро пожаловать к столу и всем приятного аппетита пока пока мои хорошие